друзья всем привет сейчас расскажу вам о том о новых предложениях которые делает украине борис джонсон и вообще том какие планы имеет британия и какое здесь место украины вы друзья подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить ну и конечно вы узнаете как на все это воют на московских болотах друзья не каждая ваша подписка важно пишите вы в комментариях что вы думаете по теме этого блога и по союзу с британией мне интересно знать ваше мнение и так появилась информация сми что борис джонсон предложил владимиру зеленскому как альтернативу европейскому союзу там есть разные сообщения некоторые говорят просто о союзе но мы знаем уже этот союз конкретно обсуждается ли ось лондон варшава киев но вот сейчас о том что он предлагает как альтернативный европейскому союзу союз украины польши стран балтии ну и собственно говоря великобритании джонсон говорит о подобном союзе как о союзе который объединяет непримиримость по отношению к военной угрозе из москвы называет это союзом государства ревностно относящихся к своему суверенитету имеющих либеральную экономику и при этом непримиримых к военной угрозе из москвы я хочу вам сказать что конечно на это сейчас расскажу что я об этом думаю но перед этим хочу показать вам какой войс болот начался на это за поребриком значит вылез соловей ну и что конечно же начал грозить сарматом и ракетами в британии послушайте британский премьер джонсон он вообще решил воевать сразу на двух фронтах просто красавчик за игрой с киевским режимом хочет и россию победить и евросоюз если не развалить то обесценить по данным итальянских сми джонсон заманивает украину в некое европейское содружество которым под руководством лондона должны объединиться прибалтийские в эмираты простите прибалтийские страны польша и возможно даже турция но даже вот джонсона переплюнула ли страсс что говорит эта женщина роки истории показывает нам что демократии свободы должны одержать верх над агрессии и автократами и что просто недостаточно просто стоять в стране страны вроде современ королевства должны играть идущую роль и помогать нашим друзьям помогать тем кто сражается за свободу и демократию мы должны довести это до конца мы должны пройти этот путь до конца мы не можем отступить час когда украина нуждается в нас мы должны убедиться в том что путин проиграет на украине и что украина одержит верх мы должны убедиться в том что российская агрессия никогда не грозила миру в европе надо отметить что правда при этом сами они в бой не хотят вступать то есть лист трасс так мучительно гражданочка трасс может вы на танке в передние ряды украинских вооруженных сил готовы ворваться ну возьмите всю свою британскую армию но воевать хотите мы кстати вам на самом деле у нас должок еще есть вы же когда-то на территории советской россии высадились экспедиционным корпусом ноги потом правда унесли но видно мало мы тогда вашим наваляли так что желаете повторить а да конечно там же после осмысления в британской литературе и кинематографе крымской войны да там вот эта атака легкой кавалерии желаете еще обогатить английский язык выражениями типа балаклава так давайте вперед нет проблем желаете вот тут дмитрий олегович рогозин все не знает куда сармат отправить ночью если бы британская армия была в деле я так подозреваю же уже бы где-то в глухом только алтай мог бы там прятаться в пещере соловей и там свой полом помет нести поэтому тут конечно все понятно но не только британия не угрожают сегодня ничего провели стрельбы значит адмирала горшкова какой-то ракетами возле финляндии и швеции ну вы поняли все понятное дело зрительно этих варваров да то есть весь мир гордится там своими айфонами своими учеными своими инноваторами технологиями культурой эти гордятся и только пугают мир ракетами какими-то кусками железа причем все это советское они сами ничего способны выпустить все значит советское вот это вот барахло просто достают и куда-то его кидают и все вот это единственное что у них есть что за ракета схватился какая-то у них конечно там по фрейду эта вся история абсолютно в общем с ними это все понятно теперь поводу этого союза то что нам нужно с британией очень серьезные отношения выстраивать и развивать это однозначно я хочу напомнить вам что британницы собственно четко вот одна из немногих стран которые сегодня абсолютно четко определили цели из-за своей цели и задачи в той войне которая происходит ukraine should win сказал борис джонсон уступая перед верховной радой ukraine will win то есть украина должна победить и украина победит не всякие промежуточные вот что там вот путин не должен выиграть вот даже это все какие-то промежуточные вещи а четко и понятно и за это британцам большое спасибо кстати вот сегодня получили подтверждение уже от министра обороны украины резникова о том что есть у нас гарпуны с помощью дании великобритании опять же я надеюсь что решится вопрос и по установкам которые смогут эти гарпуны выпускать и он уже собственно говоря друзья решается и это вот конкретные шаги которые они делают нам в помощь поэтому британии огромное спасибо god save the queen и борис джонсон молодец джонсон как называют уже многие на самом деле молодец но хочу сказать что предостеречь нас от идею альтернативных и с то есть не чтобы вместо есть идти в какой-то союз я не знаю на самом деле ли джонсон предлагал именно вместо есть но в любом случае украине конечно это не подходит наша цель и с наша цель стать членом евросоюза там нужно все возможное для этого сделать сейчас воспользоваться окном возможности и в конце июня получить статус кандидата вес я для этого тоже прикладываю все свои возможные усилия и буду дальше это делать вот войти несколько недель в этом вопросе решающие нет мы не можем отказаться от есть это наше будущее быть членом европейской политической семьи ну и при этом конечно развивать другие союзы альянсы и в первую очередь с англосаксами британии и соединенными штатами америке так вижу будущее украины я пишите что думаете об этом вы мне очень интересно ваше мнение друзья держим строй слава украине